Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Современный автопарк. Бобруйску передали новая машина медицинской помощи. Мы вкладываем деньги в то, что нужно. Самое главное – наших людей. Какие преимущества у Джили Эмгрант? Несчастливый конец. Правоохранители усилили контроль на ЖД-путях. Что дети в наушниках ходят, капюшонок не смотрят. Оправдан ли риск? Всегда готов. Бобруйско-пионерская организация заняла первое место в областном конкурсе. Ребята учатся от идеи до воплощения в жизнь. Что реализовали в 2022-м. А также инвестиционная программа, иммунный щит и школьная пора. Для большинства учащихся занятий в этом году завершатся 31 мая, когда пройдут выпускные вечера. Белорусские спасатели по поручению Александра Лукашенко отправились в Турцию для ликвидации последствий землетрясений. Утром с аэродрома Мочулище вылетел военно-транспортный самолет Ил-76 МД. Военные летчики доставили республиканский отряд специального назначения ЗУБР МЧС Беларуси. 64 специалиста, 5 поисковых собак и 4 единицы техники. Новые толчки помимо Турции и Сирии зафиксированы в Аргентине, на Тайване, Курильских островах и даже в северо-западной части штата Нью-Йорк. Свыше 240 случаев за двое суток. По информации сейсмологов, землетрясения могут повторяться еще на протяжении месяца. На территории Беларуси таких землетрясений не может быть, потому что мы находимся с вами на равнине. И такие землетрясения исключены. У нас в основном эпицентры землетрясений находятся в Карпатах или же, собственно говоря, на севере, в районе Скандинавии. Но землетрясения, отголоски которых мы можем увидеть или же ощутить, они по силе магнитуры не более 4-4,5 баллов. Число погибших в Турции приблизилось к 8,5 тысячам. Пострадало свыше 50 тысяч человек. Одна из гражданок Беларуси находится в больнице. С другой и ее детьми связи пока нет. Накануне президент Эрдоган объявил 10 провинций страны, пострадавших от стихийного бедствия. Район МЧС и ввел в них чрезвычайное положение. У местных жителей в буквальном смысле ушла земля из-под ног. Завалы разбирают всеми силами. Оперативно и качественно. В Могилевском регионе из бюджета выделено около 4 миллионов рублей на приобретение машин медицинской помощи. Скорые и реанимобили отправились в каждый район области. Бобруйску передано 7 легковушек марки «Джили». Современный и комфортабельный транспорт распределен по поликлиникам. Где пополнился автопарк, смотрите далее. Доступная и качественная медицинская помощь – одно из приоритетных направлений развития системы здравоохранения. Однако автопарк требует постоянного обновления. Могилевский облсполком выделил из бюджета около 4 миллионов на приобретение машин специального назначения. Легковые, скорые, реанимобили и даже передвижной комплекс. Благодаря этому новый транспорт отправился в каждый район области. Это результат нашей работы, работы экономики нашей региона. И результат того отношения государства, которое нам оказывает системе здравоохранения и образования. У нас же социально ориентированное государство. И мы вкладываем деньги в то, что нужно. Самое главное – в наших людей. Мы системе здравоохранения придаем большое внимание и несколько раз собирались, обсуждали различные подходы. Это создание нашей многоуровневой системы, оказание медицинской помощи. Это строительство, ремонт нашей больницы, поликлиник. Бобруйск получил 7 легковушек марки «Джили». Современный комфортабельный транспорт распределен между БЦБ, детской больницей, поликлиниками номер 1, 2, 3, 6 и 7. Плюсы модели «Эмгрант» – хороший уровень шумоизоляции, экономичность потребления топлива и просторный салон. Авто оборудовано подушками безопасности, климат-контролем, парктрониками и камерами заднего вида. Медицинские работники выезжают к пациентам, у которых ограничения по передвижению нетранспортабельны пациентам. Для оказания им медицинской помощи на дому. Сюда входят и консультации врачей-специалистов, проведение исследований на дому, забор материала для проведения лабораторных исследований и снятия электрокардиограммы. Незадолго до этого Банк развития в рамках поручения «Савмина» подарил Бобруйску два автомобиля «Купава». Их получила станция скорой и неотложной медицинской помощи. Микроавтобусы созданы на базе отечественного шасси «МАЗ». В салоне удобное приемное устройство с тележкой-каталкой, механизмы фиксации носилок позволяют оперативно и без затруднений извлечь их и проводить необходимые манипуляции. Кроме того, реанимобиль оснащен системой кислородной разводки. Ну и мы в целом видим внимание нашего государства к системе здравоохранения, особенно видим то, что нам ближе – это внимание к здравоохранению нашего города, к скорой помощи. Мы получаем новые автомобили, пользуемся новым оборудованием. Это очень приятно. Бобруйску, к слову, первому передали современные скорые в рамках программы ускоренного развития городов с населением 80 тысяч плюс. По плану в этом году медики должны получить еще два специализированных автомобиля и столько же в 2024-м. Ведь вовремя доехать до каждого пациента, оказать качественную и своевременную медицинскую помощь – главная задача специалистов. Чёрное золото, полный курс и цветочное дело. В Беларуси официально появилась новая профессия – флорист. Что должен уметь специалист с пятым разрядом? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент утвердил государственную инвестиционную программу на 2023-й, согласно которой спроектируют и построят 136 объектов, из них 53 ведут в эксплуатацию. На эти цели выделено миллиард 15 миллионов рублей. 78% пойдет на дороги, аграрный бизнес, пограничную безопасность, образование и здоровье народа. Также в плане реконструкции трех домов семейного типа, в том числе и в Бобруйске. Более 6,5 миллионов белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Одну дозу препарата получили свыше 70% жителей. Бустерную прививку сделали порядка 80%. Продолжается и иммунизация несовершеннолетних. Нынешняя эпидемиологическая ситуация – тридемия. Сохраняется коронавирус на очень низкой активности, одновременно циркулируют респираторные вирусы и грипп. Белорусские нефтяники в 2022-м добыли рекордный объем черного золота. Отрасль экспорта ориентирована и занимает значимую долю в промышленном производстве. Стало одной из мишеней приведения очередных пакетов санкций. Были утрачены отдельные рынки и возникла необходимость пересмотра логистических схем. Но со всеми вызовами страна справилась. Запасов в недрах земли хватит на минимум четверть века работы, если добывать примерно по 1,8 млн тонн в год. Занятия в этом году завершатся для большинства школьников 31 мая. У учащихся 9-11 классов – 25-го. В эту же дату предварительно пройдут и последние звонки. Централизованный экзамен по русскому и белорусскому языку запланирован на 14-е число. Второй предмет – 21-го. Выпускные вечера минобразования рекомендуют проводить 10-го июня. В Беларуси официально появилась новая профессия – флорист. Теперь ее можно указывать в договоре и в трудовой книжке. Специалист в зависимости от квалификации может иметь разряд. Для каждого свои требования. Третий предполагает умение разбираться в видах и названиях цветов и создавать простые композиции. А пятый изготавливает декор в стилевых особенностях протокольного, свадебного, траурного и праздничного оформления. От ремесленников до дизайнеров. Более 23 тысяч самозанятых зарегистрировались в приложении «Провдоход». Уже оформлено свыше 200 тысяч чеков на общую сумму около 18 миллионов. Новый налоговый режим, который действует в стране с начала года, полностью дистанционный. Всю информацию плательщики фиксируют в телефоне. Нужды в кассовом оборудовании нет. Система доступна через App Store, Play Market или официальный сайт МНС. Физическое лицо должно проинформировать налоговый орган с использованием этого приложения о своем желании перейти на применение данного режима. После этого оно вправе осуществлять свою деятельность. Налог не исчисляется плательщиком, он исчисляется налоговым органом. И сумму этого налога всегда предварительно можно увидеть в этом же приложении. Самозанятые, в том числе ремесленники, владельцы агроусадеб, фотографы, репетиторы, курьеры и дизайнеры могут перейти на профдоход добровольно. Для тех, кто зарабатывает до 60 тысяч рублей в год, ставка 10%. Если больше – 20, для пенсионеров – 4,8. Также предоставляется вычет в 2000 рублей. На скорости в 160 км в час правоохранители усилили контроль на ЖД-переездах. В Бобруйске в 2022-м под колесами поезда пострадали три человека. Двое погибли. Самые частые причины трагедии – спешка и невнимательность. Под скоростной транспорт попадают как дети, так и взрослые. О бессмысленном риске – Карина Гуревич. Двое погибло. В наушниках заглушило свето-звуковой сигнал. Максимальная скорость грузового поезда – 90 км в час. Штадлер и вовсе достигает 160. Выжить при прямом столкновении попросту невозможно. А если машинист и заметит впереди человека, остановиться не успеет. Тормозной путь состава больше километра. Самые травмоопасные участки – перегоны Березина-Бобруйск и Бобруйск-Мирадина. А также улицы Бахарова, Пушкина, Социалистическая, Карла Маркса и станция Киселевичи. Правоохранители постоянно проводят рейды вблизи железнодорожных переходов и переездов. Пассажирам напоминают – в большинстве несчастных случаев всему виной спешка. Попытка сэкономить пару секунд порой заканчивается плачевно. Так стоит ли? Уважаемые пешеходы, при переходе железной дороги необходимо переходить по пешеходному переходу. Убедиться в том, что нет приближающегося поезда, а также ориентироваться на сигналы семафоров. За прошедший год на территории города Бобруйска пресечено 198 нарушений при проезде железнодорожных переездов. За 2022 в стране пострадали семеро несовершеннолетних, трое погибли. Нередко дети ради забавы кладут посторонние предметы на рельсы, из-за чего уже дважды в этом году пришлось использовать экстренное торможение. Порой подростков ловят под вагонами, некоторые и вовсе пробуют себя в роли зацеперов, а это смертельно опасно. Только над железнодорожными путями участка Осипович и Жлобин напряжение контактной сети 27,5 тысяч вольт. И здесь задача взрослых – показывать правильный пример. Если же через переезд машина едет заглохо, быстренько навстречу поезда бежать. Как надо переходить, посмотреть направо, налево, если мигает, надо стоять, жать, посмотреть, потом переходить. Потому что дети в наушниках ходят, капюшонах не смотрят. Я и то боюсь, когда идет дизель, я стану подальше, чтобы оно не затянуло. Воздухом может стянуть. В прошлом году в Бобруйске к ответственности привлечено 122 человека. Все пытались перейти пути в необорудованных для этого местах. Штраф за нарушение до 74 рублей. Но даже при постоянной работе правоохранителей люди часто забывают. Пренебрежение правилами на ЖД путях – это дорога в один конец. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Больше дела – меньше слов. Бобруйская пионерская организация заняла первое место в областном конкурсе «Лучший территориальный совет». Итоги проделанной работы подвели за 2022-й. В минувшем году, благодаря победе юных новаторов в конкурсе молодежных инициатив, в городе открылась многофункциональная площадка для занятий экстремальными видами спорта. На ней можно кататься на скейтах, роликах, велосипедах и самокатах. Кроме того, пионеры запускали патриотический челлендж «Символы моей страны». Поэтому для этих ребят создан проект «Формула успеха». Проект представляет собой идею обучения по методологии обшив социальному проектированию для подростков. Ребята учатся от идеи до воплощения в жизнь создавать свои собственные проекты. Пионерия Бобруйска свыше 18 тысяч детей. С каждым годом движение обретает более крепкий фундамент и учит школьников быть дружными и сплоченными. Но главное – дает стимул развиваться и менять мир вокруг себя в лучшую сторону. Ведь на плечах этих активных и инициативных ребят лежит ответственность за будущее нашей страны. Сразу после нас – сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»